Любите свою работу, отдаете ей всего себя, тогда мы поймем друг друга. Здравствуйте, вы смотрите программу об ответственном отношении к собственному здоровью. Мы будем рассказывать о заболеваниях, спровоцированных профессией и образом жизни, а вернее о способах их профилактики. Чтобы любимая работа не оставляла отпечатка на вашем теле, а доктора не разводили бы руками, говоря «это профессиональное». Филигранная, искусная, тонкая, кропотливая. Конечно, я о работе ювелира. Мы в мастерской по созданию украшений. Сергей – представитель этой загадочной профессии. И сегодня мы узнаем, на что жалуются ювелиры. Здравствуйте, Сергей. У меня, наверное, все с детства было предопределено в профессии «Я». Насколько я помню, с шести лет, потому что я еще ходил в садик, меня отец доверил паять звенья для цепочек. Был страх перед металлом. Я знал, что это дорогая вещь и ответственность, чтобы не испортить. Из десяти штук пять, наверное, у меня получилось. А официально я с шестнадцати лет. То есть я всю школу знал, чем я буду заниматься. Я был счастлив, что мне позволили после восьмого класса, скажем так, самоопределиться. И я под крылом отца начал свою трудовую деятельность. Пока был маленький, да, милиционер, космонавт, военный. Но когда вот, наверное, увидел, как что-то делается руками, друзья отца почти, там, ювелиры, какие-то вещи интересные, таинство такое своеобразное. Когда появилась возможность меня приводить на работу, я посидел рядом и вот все это вдохнул, посмотрел, это было так интересно. Но ювелир учится всю жизнь. Что только в тридцать лет, наверное, я позволил себе говорить, что я ювелир. Когда я уже постиг чего-то. Мне досталась куча напильников. Сейчас их очень легко купить. Но, во-первых, чем эти цены? Это настоящий швейцарс. Тогда это была такая роскошь. В свое время это был лучший подарок на день рождения коллеги. Всякие выбойнички. Это делалось все вручную. В изготовлении некоторых я принимал участие по 20-30 лет. Все эти железки, они теплые. Несмотря на то, что сейчас можно все купить, я предпочитаю старые вещи. Потому что с этим много связано. Вот этот стол достался мне от отца. Он приехал с нами из славного города Риги. Руки мои видите сами. Мы много работаем с пастой полировочной. То есть в процессе полировки руки тачкаются и она очень сильно въедается. Иногда мы можем выйти как шахтер с черным лицом по полировке. А вы бы хотели, чтобы ваши дети занимались вот в этой же профессии? Знаете, да, у меня две дочки. Одной 7 лет, другой 2,7. Так вот старшая говорит, что она уже определилась в профессии, что она будет ювелиром. Она даже сделала в порыве несколько эскизов для меня. И в одном я увидел, да, то есть мы с ней договорились, что этот проект будет воплощен именно для нее. Профессия – это слесарная основа, да? Почему? То есть это работа напильником. Может быть только более кропотливая, более точная. Это мой волшебный стол. Это напильник. Вот эта вещь называется финагель. Она очень важна. Она одна из основных. Как еще? Финагель. Да, то есть на ней делается куча операций. У него есть куча модификаций. Белый слой нужно снять? Или нет? Нет, там торчащие. Торчащие. Зазубрины какие-то? А, да-да-да. То есть вывести просто в одну приятную линию. А держать для чего? Чтобы руке было легче? Да. Чтобы было на чем опираться. Пальцы затекают, да? Да. Да. Ну, со временем на это вообще... Ну, и спината, конечно. Хватка становится железной. Пальцы... Сила пальцев не крепляется. Все наши герои потом переделывают. За мной работают. Я ее оставлю отдельно на память. Мы здесь все фанаты своего дела. Поэтому мы встаем уже, когда не можем сидеть. У нас основное, это, конечно, глаза. Вот уже год назад я это реально на себе почувствовал. Сейчас мне это начало беспокоить. Потому что это произошло как так. Щелк, и у меня резко начало ухудшаться зрение. То есть то, чего я делал без очков и без микроскопа, я уже не могу этого делать. Я сейчас говорю своим молодым людям, что нужно отдыхать. Но не то, что они меня не слушают. Просто часто входят в такой раж в работе, что про все забывается. Человеческий глаз обладает уникальным свойством. Способностью четко видеть предметы, расположенные на разных расстояниях. Эта способность называется аккомодация. Для того, чтобы человек видел хорошо близко, целиарная мышца напрягается. Для того, чтобы человек хорошо увидел предметы, расположенные далеко, целиарная мышца расслабляется. При длительной зрительной нагрузке целиарная мышца постоянно находится в состоянии сокращения, что может привести к ее переутомлению. Есть целый ряд профессий, которые могут привести к некоторым состояниям, связанные с перенапряжением целиарной мышцы. В первую очередь, это работа с различными видами гаджетов. Телефоны, ноутбуки, компьютеры. Но также и профессии, связанные с длительным зрительным напряжением. Это, например, часовщики и ювелиры. Я тут глазами решила заняться. Линзы купила на четверть диоп, три меньше. Вот, оказывается, бадминтон помогает подтянуть зрение. Надо же за валанчиком следить. Надо было нашего героя пригласить в зал. За помощью мы обратились в офтальмологическую больницу имени Выходцева. Записаться сюда очень просто. По единому номеру телефона. Мы и скажем вам, не ждали трех минут. Здравствуйте, Екатерина Андреевна. Для того, чтобы профилактировать состояние, связанное с перенапряжением целиарной мышцы, существует комплексный подход. И начинается он с мероприятий по гигиене зрения. Это правильное положение во время зрительной работы, достаточное освещение, длительность работы, перерывы во время работы. Считается, что каждые 40-50 минут интенсивной зрительной работы должны чередоваться с 5-10 минутным отдыхом. Это время, желательно, должно быть потрачено на выполнение упражнений для глаз, либо каких-то легких физических упражнений для верхнего плечевого пояса. Кроме того, в схему лечения проблем целиарной мышцы могут включаться и аппаратные методы. Это и физиотерапевтические процедуры, применение таких аппаратов, как амблиокор и визотроник. Аппарат визотроник включает в себя комплекс специальных линз, которые помогают расслабить целиарную мышцу и способствуют ее тренировке. Для того, чтобы человек имел возможность к четкому зрению, нужно регулировать функцию не только структур глаза, но и структур зрительного анализатора. Прибор амблиокор помогает нам выполнить эту работу. Знаешь, если бы не съемки программы, я про бадминтон бы и не вспомнила. Хотя в детстве играли постоянно. Ты тоже? Ну, конечно. Такая зарядка для глаз мне нравится больше, чем традиционная гимнастика. Хотя ей тоже надо заниматься, чтобы был результат. Во время длительной зрительной работы необходимо делать короткие перерывы и проводить в это время простые упражнения. Переводим взгляд вверх-вниз. А по сколько секунд задерживаемся? Не задерживаемся. Следующее упражнение – движения глазами вправо-влево. Круговые движения глаз по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Пытаемся нарисовать глазами восьмерку. Сначала по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Еще одно упражнение, которое позволяет улучшить кровоснабжение глазного яблока и улучшить питание поверхностных слоев роговицы – это моргание. Нужно быстро моргать в течение 1-2 минут. Одно из самых эффективных упражнений по тренировке и аккомодации – это чередование взгляда вдали-вблизь. Вытягиваем руку перед собой с карандашом, смотрим на карандаш и, медленно перемещая карандаш к себе, продолжаем на него смотреть до тех пор, пока изображение не начнет расплываться. При сгибании головы, чрезмерных разгибания головы, при неудобном положении с наклоном головы, при длительной статической позе при зрительном напряжении может нарушаться кровоток по этим артериям, что приводит к нарушению кровоснабжения зрительного анализатора в целом. Поэтому осанка и физические упражнения для поддержания хорошего зрения не менее важны, чем воздействие непосредственно на глазное яблоко. Полезная для зрительного анализатора активность – это прогулки на свежем воздухе, плавание, ходьба на лыжах. Стимуляции аккомодации способствуют различные игровые виды спорта, особенно игра с мячом. Это волейбол, баскетбол, бальминтон, настольный теннис, большой теннис. Я для себя узнал совершенно такие неожиданные вещи, которые влияют на зрение. И упражнения, которые вы посоветовали, я думаю, достаточно просты, доступны. И, по крайней мере, я надеюсь, что мои молодые коллеги будут заботиться о своем зрении. Поэтому еще раз большое спасибо вам. Будьте здоровы. Спасибо. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет причины, говаривал Сократ, и с тех пор мало что изменилось. Начните делать что-то полезное для себя уже сегодня, и жизнь обязательно заиграет яркими красками. Слушай, это себе позволить может каждый. Компания большая не нужна. Зимой в зале, летом на свежем воздухе. Надо ракетки себе купить. На тебя, кстати, брать.